Ой, лё-ли-лё-ли-лё Этой распевкой нас научили на мастер-классе. Мне очень понравилось на мастер-классах, и мы там учили песни, и еще также мы играли на фортепиано. Очень было прикольное занятие, были игры. Мне очень сильно понравилось. Девчушки из хора «Голоса» и еще более 200 творческих ребят из Чемальского района стали первыми участниками фестиваля «Золото Алтая». В его рамках провели порядка 60 мастер-классов. Анимация, хореография, вокал, актерское мастерство и неформальное образование в течение недели преподавали столичные эксперты. Целеустремленность творческих самородков из глубинки отметили московские хореографы. Сестры Михайлец – участницы телепроекта «Танцы». Чемальских артистов познакомили с современным стилем – контемпорари. «Контемпорари направление – это современный танец. И детки, конечно, горели. Хочется отметить коллектив, который нам запал в душу. Он так и называется. Как ни странно, он так и называется – «Танцующие души». Ребята были настолько активны, настолько внимательны. Нам даже не приходилось много объяснять. Они хватали все на лету. А это в первую очередь доказывает, что дети хотят обучаться и в себя. Верят в себя, наверное. Да, верят в себя. Возможность проведения такого фестиваля появилась благодаря автору идеи и организатору – Ксении Преториус. Она написала грант и как физическое лицо выиграла в Федеральном агентстве «Росмолодежь» 1 миллион рублей на реализацию. Получила поддержку местных властей и теперь планирует расширить географию участников. Городу чуть легче, у них больше развита инфраструктура, им легче выезжать на конкурсы, классы. Нам здесь чуть сложнее, поэтому мы в какой-то момент подумали, сколько можно куда-то ездить, пусть все едут к нам. Мы бы хотели расширить географию, но «Росмолодежь» спасибо им большое, но грант небольшой, всего лишь 1 миллион рублей. Мы его с толком потратили и поэтому привлекли только с Чемальского района. Идея и сам формат фестиваля понравились руководству республики. Вот такие слова Андрей Турчак направил в адрес всех участников. Выражаю благодарность Росмолодежи и администрации Чемальского района за содействие в организации фестиваля, а участникам за то, что бережно хранят и развивают нашу культуру. Желаю каждому гостю фестиваля «Золото Алтая» творческого вдохновения и получения нового незабываемого опыта. Андрей Анатольевич Турчак. Также в письме было отмечено, что республика славится талантами. И все виды искусства, представленные на фестивале, подчеркивают самобытность народа. Наша главная задача – создать площадку для творческой молодежи, для обмена опытом, поиска творческого вдохновения и мотивации. Ну и, конечно, для популяризации нашей богатой культуры. Организаторы же фестиваля заявили, что намерены сделать «Золото Алтая» ежегодным, чтобы помочь как можно большему количеству талантливой молодежи и развивать творчество не только в городах, но и в селах. Евгения Ежутова, Сергей Бертман. День с толком.